Подготовку к зиме в Сочи обсуждать решили в режиме диалога. Представители Сочи Теплоэнерго пригласили на разговор председателей ТОС, Домкомов и общественность. В зале аншлаг. Люди пришли задать собственные вопросы. Вопросов, видите, всегда очень много. Это, вообще говоря, одно из самых актуальных тем на сегодняшний день – тепловая энергия. Она как притчевая языца. Любого жителя Сочи спроси обязательно, скажи тепла не хватает, либо большие тарифы и так далее, и так далее. Со своей стороны представители ресурсоснабжающей организации рассказали о последних изменениях в законодательстве. Самые актуальные вопросы в преддверии отопительного сезона – изменения в ценовой политике. С 1 июля тариф за отопление составляет 33 рубля 76 копеек. Но это только для тех, у кого есть приборы общедомового учета. У кого такого оборудования нет, базовый тариф умножат на коэффициент 1,4. А с 1 января коэффициент увеличится до полутора. Но все-таки есть дома-исключения. У нас в городе порядка 580 домов, вот таких небольших, как вы говорите, они не подлежат в принципе оснащению. Но получается в отношении тарифа здесь будет следующая схема срабатывать. Поскольку эти дома не подлежат оснащению, соответственно, у них будет применяться тариф без повышающего коэффициента. То есть будет базовый норматив применяться 33 рубля 76 копеек. Новость о новой системе начисления народ взбудоражила. В ходе разговора прозвучали вопросы об эффективности приборов учета. Говорят, на практике экономии не видно. Что вот эта установка, за которую мы выплачиваем деньги, взяли, вот что она нам дает, мы не заметили. А дает она, по словам представителей Сочи Теплоэнерго, четкое понимание количества потребленного ресурса. Более того, общедомовые приборы учета – это оборудование, которое по закону должно быть установлено в многоквартирных домах. За исключением тех, что включены в список на капитальный ремонт до 1 января 2013 года. Из-за работы прибора нужно следить, чтобы избежать лишних затрат. Причины потерь могут быть по двум причинам. Это технологические потери, так называемые, которые могут возникнуть в результате утечек в внутридомовых сетях, сбросов каких-то и так далее. То есть все, что связано с эксплуатацией системы, сети самой. И второе – это коммерческие потери. Коммерческие потери возникают, к примеру, из-за некорректных показаний или несоответствия числа проживающих и зарегистрированных жильцов. Если решить эти проблемы, вопрос экономии потребления ресурса, как следствие экономии финансов, решатся сами собой. А поскольку зима и расходы на тепло уже не за горами, к рекомендациям специалистов стоит прислушаться. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ